Шалом, шалом! И сегодняшнее наше занятие на тему шалом. Шалом по-русски переводится как мир, но у слова мир есть два понятия. Мир большой, весь наш мир, и мир между людьми. И вопрос, почему одно и то же слово найдет в себе по-русски два понятия, которые как бы совместно, чтобы не связаны. То есть, еще раз, весь наш мир и мир между людьми. Какая связь? Мы знаем, что на все вопросы можно найти ответы в святом языке иврит. И давайте попробуем это сделать. Итак, слово шалом. Когда встречаются два еврея, говорят шалом, 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 как бы что имеется в виду шалом? Ну, как по-русски мир, мир тебе, да? И шалом это также, как бы, такая гармония, дилия, совершенство. Это шалом. Но написано еще, что шалом... Что такое шалом? Определение. Написано так. Трактат Тагарот в конце. Написано, что шалом это... Написано так. Лематца Акадош Баруху. Кли Махзик Бараха. Ли Исраэль. Эля шалом. Давайте еще раз почитаем. Видите, потом попробуем перевести. Лематца Акадош Баруху. Кли. Не нашел Акадош Баруху. Сосуд. Какой сосуд? Махзик Бараха. Который держит, содержит в себе Бараха. Ли Исраэль. Для Израэля. Это Эля шалом. А тока шалом. То есть, есть только единственное кли. Какой-то такой, ну, образно говоря, сосуд. Который содержит в себе все Бараха. Это очень важно подчеркнуть. То, что все, что мы учили до этих пор. Все наши длинные уроки. Про все-все богословления. Это все зависит от шалом. И сегодня последняя Бараха. Шалом. Это сосуд для всего того. О чем мы с вами просили все это время. То есть, если не будет шалома. Хасв шалом. То все пошло на смарку. Как говорится. Поэтому давайте будем дирать шалом. И давайте выучим, что такое шалом. То есть, еще раз попробуем объединить слово мир в монологском языке. Давайте понятие. То есть, мы сказали, что шалом это что-то очень большое. Шалом это что-то очень большое, которое все вместе в себе как бы содержит. То есть, это весь мир. И теперь все это возможно, только если будет гармония. То есть, не будет распри. Как понятие мир. Оттутствие войн. Оттутствие распри. Это понятие мир. Если этого не будет, то невозможно содержать все это большую, большую, большую. Все эти барахот, все это наше существование, содержать это как бы вместе. Вот так и может быть такая связь между понятиями мир и мир на русском языке. То есть, что-то большое шалем. И это существует только потому, что есть какая-то гармония внутри этого. Теперь посмотрим на эту бараху, шалом, и разберем ее. Давайте посмотрим. Так. Написано так. Семь шалом, טובа, וברаха, חיים, хен, וחסד, ורחמים, עלינו, ועל כל ישראל, амиха. Ты ровешь апзадцать? Бархену авינו, кул'ану к'ехад, веор паниха. Ки, веор паниха, нотат алану, Ашемилукейну, турат хаин, веорват хасад. Уцедака, וברаха, וברаха, ורחמים, וחיים, ושלום. И последняя строчка, окончание барахи. Вот такая красивая и могучая бараха. Сразу мы обращаем внимание на очень интересную вещь. Написано, сим шалом. В самом начале, видите, сим шалом. Мы это встречали уже в прошлых барахотах, это понятие ля сим, класть. Но здесь написано сим шалом. То есть мы знаем, что ля сим это как бы ложить, класть. Как можно положить шалом? Написано в сидуре, перевод на русский. Даруй мир. Написано даруй мир. То есть имеется в виду даруй, да? Написано сим. Написано, что такое сим? Мы можем положить только то, что уже существует. То есть есть что-то, и мы это дело кладем. То есть мы ничего не изобретаем, оно уже есть. Оно уже существует. Осталось только его положить вот сюда, нам, чтобы это было здесь. Поэтому, говорится, сим шалом. То есть понятие мира и мир вообще он уже существует. Нам только осталось не мешать тому, чтобы на нас это как бы спустилось. Да, и нас это касалось, это понятие мира. Вот в этом задача. Не нужно его делать мир Наоборот, если ему не мешать То будет мир Такое объяснение Сим шалом Он уже существует И мы должны мешать, чтобы он на нас распространился Дальше посмотрим интересную вещь в этой брахе Сим шалом И дальше написано То есть перечисляется такой список Что мы просим Этот список Он соответствует Прошлой брахе Там не бараха Там было, ну как бы барахан мы не учили Была бригад Куаним Дело в том, что В Израиле Каждый день По утрам При наличии миньяна И при наличии коинов Коины Говорят Биркад Куаним То есть Коины выходят Вперед Поворачиваются лицом К малящимся К публике И говорят Биркад Куаним И вот этот Биркад Куаним То, что они говорят Это как бы отражается В нашей брахе Давайте посмотрим на Биркад Куаним Немножко ее разберем И поймем И поймем, как это касается Нашей брахи Вот, пожалуйста Видите Разные цвета Сейчас поймем, почему Все разноцветное Такое Куаним Говорят так Они так нас благословляют Вторая строчка Третья строчка Иса Ашем Панав Элейха Фиасем Лиха Шалойм Кстати Эту же браху Дают родители Своим детям По шаббатам Вечером Шаббат Возвращаются в синагоги И перед трапезой Такая традиция При трапезе Что папа Или мама Или папа и мама Кладут Руки Детям На голову Дети могут Маленькие Совсем могут Большие Дети могут Быть такие Дети тоже бывают Это неважно Родители Любого возраста Благословляют Своих детей Которые тоже могут Любого возраста И Они им говорят Именно Вот это вот Беркат Куани Потом некоторые Дети целуют руку Родителям Ис тоже такой обычай Очень хороший И правильный И вот это вот Браха Да Она Как бы Перешла в нашу Браху Давайте поймем Как Сначала разберем Еще раз Давайте Что говорится Иварихаха Шем Вишмирейха Объясняется так Есть много Объяснений разных Конечно Мы не можем Всех касаться Ну вот так Для начала Иварихаха Шем Вишмирейха То есть Иварихаха То чтобы у тебя Была бараха Это личное Благословение Каждому из нас У коинов Вишмирейха Подарк у него Останется У этого человека Это не может Гарантировать Ашем не так Бог не так Бог дает нам Подарки И он же Заботит о том Чтобы хранить Эти подарки Это вот Это бараха Иварихаха Ашем Вишмирейха И будет тебя охранять Охранник твой Вторая строчка Я эр Ашем Панав Элейха Вейхунека Я эр Ашем Панав Элейха Ну я эр От слова Ор Осветит Ашем Панав По ним Это лицо То есть Осветит Ашем Лицо его К тебе По отношению К тебе Вейхунека Вейхунека Мне очень интересно Как тут перевели На русский Слово Вейхунека Ну тут Они помилуют тебя Но мы дадим Другое объяснение Мы скажем так Ну это объяснение Не наше То есть Объяснение Наших мудрецов Я эр Шампанав Элейха Что имеется ввиду То есть Ашем не будет На тебя сердиться Почему так я говорю Потому что Тут есть по ним Слово Есть лицо И как бы Ашем повернуть Тебе Лицо К тебе То есть Ашем от тебя Не отвернется Когда человек На кого-то Сердится Обижается Отворачивается И не хочет На него смотреть Мы говорим Чтобы такого не было Чтобы Ашем Всегда смотрел На тебя Чтобы его лицо Светилось По отношению К тебе Вейхунека Вейхунека Что значит Вейхунека И он даст И он даст тебе Понравится Вейхунека Третья строчка Третья строчка Мир Беркат Куани Все те Это хамим Опять шесть цветов Ну кроме слова Хаим Хаим Такое Серого цвета То есть Хаим Тут не считается Хаим Это хаим Хаим Это жизнь Помимо жизни Тут есть Опять-таки Те самые Шесть Понятий Как они сочетаются Давайте начнем С нашей барахи Первое слово Шалом Красным цветом Это вот Шалом То что написано На нашей барахи Это параллель Беркат Куаним В конце Ясэм Лиха Шалом Това Что такое Това Мою дочку Зовут тоже Това 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 Это параллель Яэр Ашем Панав Илеха Яэр Ашем Панав Илеха Это Это Включается В слово Това Яэр Ашем Панав Илеха Дальше Уфраха Синим цветом Иверхаха Ашем Хэн Видите Слово Хэн Корень Хэт Нун То же самое Мы встречаем В слове Яхонека Тоже самое Корень Хэн Яхонека Теперь Зеленое Вахэсед Вахэсед Это параллель Вишмиреха Как так Почему Хэсед Параллель Вишмиреха Потому что Есть такой Послух В книге Дворим Дельная Глава Экев Написано так Послух Вая Экев Тишмиун Этами Шпатим Аэле Ушмартэм Васетэм Там Я не буду Переводить Хотя Почему Нет Ведь многие Не понимают Еще Иврит Ая Экев Тишмиун Благодаря Тому То есть Или Из-за Того Или Вследствие Само Правильно Вследствие Того Что Вы будете Слушать Услышите Мои Законы Эти Законы Уж И будете Их Сохранять Экев И будете Исполнять Их Что Тогда Будет Ушамар Ашем Лукех Эльха Этабрит Вет Хесет Вот Мы Встречаем Слово Шмира И Хесет Вместе Ушамар Ашем Лукех Эльха Этабрит Вет Хесет Ашем Будет Хранить Себе Свой Хесет Почему Используется Слово Хранить По отношению Хесет Потому Что Это Хесет Который Ашем Обещал Клянулся Твоим Пратцам Что Он Будет Все Время Относиться К нам С понятием Хесет Милость Да Поэтому Ашем Охраняет Хесет Поэтому Хесет И Шмира Идет Мести Хесет Шумер Шумер Хесет Шумер Хесет Ла-лафим И так далее И Мы Еще не Закончили Наши Парелли В конце Верахамим Это От нас Касается Исашем Панавелеха Мы Про это Говорили Исашем Панавелеха То есть Сказать Что Ашем Будет На тебя Сердиться И Сашем Панавелеха И Что Будет На себя Сердиться Это Значит Он Будет С 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 Вот Такая Чудесная Параллель Между Нашей Барахой Про Мир И Берката Куаним И Мы Поним Штуканим Их Функция Это Нести Мир В наш Мир То есть Шалом Шалом В наш Мир Есть еще Интересная вещь Наши Барахе Давайте Посмотрим Наши Бараха Это Следующий Слайд Да Я читаю Сначала Сим Шалом И Дальше Това У Вараха Хаим Хен Вах Эст Варахамим Последние Четыре Хен Последние Четыре Первой Строчки Хаим Хен Вах Эст Варахамим Есть такой Комментарий Что Это Касается Каждого Из Нас Человек В Своей Жизни Проходит Разная Стадия Развития Федического И духовного Мудрецы Уподобляют Маленького Ребенка Осленку Это Что такое Что хочет От ребенка Он как Осленок То есть Он лезет Везде Все Трогает Вообще Не слушается Никого Вообще То есть Ничего Никого Не понимает Такой Бешабашный Осел На самом деле В каком Плани Даже Ребенок Хуже Осла Потому Что Осел Он не Будет Есть Какие Такие Инстинкты Которые Охраняют Он не будет Суваться Куда не надо У ребенка Меньше таких Инстинктов Самосохранения Чем у Осленка Это Очень интересно У ребенка Он Настолько Настолько Он Ни раз Примитивный Что Что из него Получится Видим Не так Что Осленок Остается Ослом И Сильно Он не развивается Только Остается Больше Маленький Осленок Большой Осел Разница Большая Нет Между Ними А Человек Растет И Становится Венцом Творения Понимаете Что происходит То есть Как бы Маршрут Маршрут Проходит Человек Всю Жизнь Он От Начиная Где-то Чуть ли Не в Минусе И До Большого 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 Плюс То есть Очень Очень Большое Расстояние Разница Чувствуется Между Началом Жизни Человека И Когда он уже Растет И Взрослеет И вот это Отражается В этих словах Сначала Нам Ашим Дает Хаим Первое Делаем Хаим Хаим Потом Человек Растет Да И Развивается Совершенствуется И он Тогда Удостаивается От Бога Хен Милости Божьей Да И он Нравится Так же Другим Хен И он Дальше Развивается То есть У человека Есть огромный Потенциал Вопрос Насколько Он его Использует Насколько Он его Использует Это будет Зависит От этого Графика От того Где он Начал И где Он Закончит И Все Хен Если Услово Ханина Это тоже Дарование То есть Ашим Нам дарует В жизни Много 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 Чего И Вопрос Как мы Это Используем Если Мы Дальше Развиваемся И Используем Это Правильно То Тогда Нам Дарует Еще И Хэсет Но Мы Знаем Что Обычно Люди Развиваются Где-то До Тридцати Сорока Ну В лучшем Случше Пятидесяти Лет Потом Как бы График Он Уже Идет Вниз Да То То Уже Все Как-то Становится Как-то Так Это Ну Слабее Да Думать Сложнее Помнить Сложнее И так Далее Кто-то Мне сказали Недавно Что С возрастом Слух Становится Слабее Зрение Слабее Поэтому Мы Много Еще не Замечаем Плохого Ничего Не слышим Ничего Не видим И качество Жизни Улучшается Это Шутка Да Чтобы Чтобы Нормально Факционировать Нам Нужно Четкое Зрение Хороший Слух И Здоровое Тело И Думающие Мозги Но Это Не так Со старостью Все Спускается Но Теперь Задача Человека Хотя бы Держаться На этом Замужине Которого Он достиг До Средних Лет Если Он Держивается Хорошо Хесед А если Нет То Ему Что Нужно Рахамим Это В конце В конце Ашем Дает нам Рахамим То есть Хотя Мы Начинаем Спускаться И Неоправдываем Всего Того Что Мы Дали Как У нас Легитимация Спускаться Нас Уровня Нет Легитимации Но Мы Считаем Что Стареем Нам Можно Вот И Поэтому Нам Нужно Рахамим От Ашем Из Такой Комментарий Давайте Продолжим Дальше Браха Такая Бархену Авину Куляну Кейхат Бархену Авину Куляну Кейхат Благослови Нас Отец Нас Куляну Кейхат Всех Вместе Куляну Кейхат Всех Вместе Как будто Мы Одно Целое Только Тогда Когда Мы Все Вместе Тогда Бараха Ашема Она Нас Больше Как бы Касается Больше На Наш Распространяется Это Похоже На Разные Части Тела Если Они Все Вместе Гармонируют Правильно Тогда Тело Правильно Себя Ведет А если Каждая Рука Каждый Палит Сам За себя То Как бы Не чувствуется Совершенно Никакого Гармония Никакого Дается И Какая Тогда Может Браха Поэтому Куляну Кейхат Также Это Имеется Ввиду Что Забота Друг О Друге Потому Что Эгоизм Это На самом Деле Одна Из Глупостей Которые Вообще Есть У Людей И Наоборот За Альтруизм Скрывается Большая Мудрость Поэтому Куляну Кейхат И Дальше Продолжим Куляну Кейхат Беор Панэйха Дай нам Беор Панэйха Это Свет Лица Имеется Ввиду Что-то Обратное От Эстерпаним Мы знаем Что Есть Понятие Эстерпаним Эстерпаним Когда Бог Отворачивается То есть Мы не чувствуем Что Нам Помогают Все Как-то Плохо Все Не Клеится Это Называется Эстерпаним Все Ужасно Почему Так Как Бог Такой Мир Сотворил Не Да Бог Я Так Мы Могут Появиться Арат Паним Да И Вот Мы Посим Браха Беор Панэйха Как В этом Рассказе Как Кто-то Увидел Сон И В этом Снем Увидел Свою Свою Рызнь Как То Что Он Прожил Он Смотрит Как будто Он Идет По Берегу Море Он Гуляет С Творотцом На Берегу Море Он Смотрит Обращивается Назад И И Как Раз У Него Какие-то Такие Воспоминания Из Прошлого Как В каждом Этапе Жизни Как Ему Помогал Но Он Вдруг Обращает Внимание Этот Человек Что Когда У Были Трудные Периоды Жизни Он Видит Что На Песку Всего Есть Одна Пара Следов И Он Обращается Говорит Ашем Бог Как же Так Ведь Мы Сто Говорили Что Я Помогаешь Так Я Иду За Тобой Почему В Самые Трудные Моменты Жизни Я Шел Один По Песку Говорит Ему Творец Эх Ты Ничего Ты Не Понимаешь Когда Тебе Было Настолько Трудно Что Не Мог Уже И И Я Брал Тебя На Руки И Нес Тебя И Ты Видишь Мои Следы На Песке Они Твои Я Тебя Нес На Руках Такая История Кстати По Воду Снов Сны Нам Даны Чтобы Именно Чтобы Чтобы Дойти До Уровня Порочества По Идеи Иначе Нет Объяснений Зачем Мы Спим Зачем Вообще Спать Мы Спим По Идеи Чтобы Дости Более Высоких Уровней Но Нас Это Не Касает Потому Что Даже Наяву У нас Мысли Все Очень Запутанные Мяса Мяса Не Можем Выслить Поэтому Что Можно Ждать От Нас Во Сне Дальше Продолжим Браху И Дальше Ки Ки Бар Пан И Натат Ла Нашем Лукейну Турат Хаим Ва Ават Хесед Уцдака Враха Вар Хамим Вахаим Шрам Опять Список Длинный Список И Что Тут Говорится Давайте Посмотрим Немножко Перевод И Благословение Своем Туда Даровал Нам Господь Бог Наш Закон Жизни Закон Жизни Переводится Турат Хаим Турат Хаим Закон Жизни Турат Хаим Ва Ават Хесед И Бескорыстной Любви Ават Хесед Не просто Ават Имеется Ввиду Что Ашем Нас Любит В любом Случае Это Бескорыстная Любовь Он Им Даровал Свою Тору Законы Свою Любовь Бескорыстную И Милость Задака Увраха Верахамим И Милосердие Вехаим Жизнь Вешалом И Мир Да И Дальше Посмотрим Дальше Это Третий Третий Абзац Уже Бескорыстная Может быть Это Имеется Ввиду Две Вещи Мы Это Просим Чтобы Ашем Нас Благословил Нас Тов Я Бэй Нех Да Будет Угодно Тебе Тут Как Будет Угодно Тебе Благословлять Народ Свой Благословить Израиль Весь Народ Израиля Бхоль Это Бхоль Ша Бхоль Ша Имеется В Каждое Время Суток И Каждый Час Это Время Суток А Ша Это Как Был Ша Слово Поворот То Солнце Светит Разные Части Земли Это Поворот И Пусть Будет Сремен Браха Каждый Час Каждую Секунду Пусть Будет Браха И В Конце Написано Опять Таки Очень Интересная Вещь Бюро В Шалом Бюро В Шалом Это Очень Интересно Потому Что Оз Это Как Б Мощ И Сила А Шалом Это Мир И Можно Подумать На первый Сгляд Что Эти Вещи Понятия Они Противоречат Оз В Шалом Потому Что Шалом Шалом Это Как Гармония Чтобы Гармония Нужно Друг Другу Уступать То Что Завается Леватер Как Говорит Русскому Леватер Леватер Уступай То Я Тебе Уступай Мне Уступишь Тогда Будет Шалом Это Уступление Тогда Как Это Связано Со Словом Оз Мы Просим Оз В Шалом Эти Понятия Идут Вместе Оз В Шалом Как Это Вместе На Сам Деле Надо Знать Что В отличие От Нас У Которых У Людей У Нас Мышление Оно Нас Два Полушария В Мозгу Бинарное То есть Плюс Минус У нас Есть Мы Не Можем Совместить Разные Понятия Вместе Ошем Это Не Так Ошем Ошем Совмещаются Противоречия Вместе Без Проблем Нас На голове Не укладывается Ошем Нет Проблем Поэтому Даже Если Озов Это Разные Вместе Ошем Это Идет Вместе Можно Сказать Что Это Идет Вместе И Тоже По Нашим Понятием Что Имеется Ввиду Шалом Это Гармония Мир Шалом Это Гармония Слово Шлемут Совершенство Гармония Когда Возможны Гармония И Совершенство Когда Каждая Часть Находится На своем Месте Да И тогда Есть Гармония Совершенства Когда Все Находится На своем Месте Каждый Выполняет Свою Работу Если Это Не Так То Нет У Гармонии есть хаос так вот что был мир на своем месте место народа израиля это там где есть сила это оз 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 ламо это написано есть такой пасук вот может объяснить следующий лайк из пасук он нам поможет да мы сказали что мы просим беру в озовы шалом вот пасук это ты или им кафтет я не ошибаюсь в самом последний пасук из 3 лима 3 лима псалмы 29 29 кажется ашем оз ламо это ашеме вареха там у вас шалом видите вот это пасук снова оз ва шалом и мы сказали так что чтобы был мир во всем мире необходимо чтобы израиль был сильным потому что место израиля на карте мира это 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 как бы место не каких-то там и таких забитых а нет это израиль это 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 сила это как бы это 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 место израиля просто не могу на тему много говорить по разным соображениям политическим но вы меня понимаете пасук еще дать еще пасук пасук наш ашем оз ламу и тэн ашеме вареха тому башалом смотрите очень интересно это стих из из ты лим я хочу разобрать просто этот пасук и нам это поможет вообще понимать вообще что написано во всем донахи что имеете вы смотрите видите опять разные цвета не случайно очень часто очень очень часто в тонахи в тонахи то есть две части последние больше чем в самой торе то есть нахны вим кто вим пророки и писания вот порог описаниях больше чем в торе мы встречаем такую структуру когда есть и предложение пасук и она делится на две части эти две части они параллельны по допустим у нас смотрите первая часть ашем это один пасук ну просто две строчки написано это одна строчка принципе ашем оз ламу и тэн ашеме вареха тому башалом видите допустим желтый цвет лямо этому да то же самое одно предложение как бы там запятая посередине как бы да две две части предложения и написано в частях одно и тоже это происходит очень очень часто очень часто то есть видите лямо этому белый цвет и тэн и варех то есть даст и и и варех тоже начали варех а делит наделит как бы да 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 и тэн и варех смысл одинаковый почти и оз и шалом это тоже как бы вещи и параллельные оз и шалом чтобы еще немножко объяснить а дам еще несколько примеров как это работает следующий слайд посмотрим видите вот еще один пасук описано так это написано этот пасук тоже тоже ты или не просто я просто открыл книгу ты или на первом месте да и посмотрел там что написано и там так бы это был пасук оттуда это ты или мем далит 44 написано так ты семейную херпа лишь хинейну лак бы келесли своего тайну снова одно предложение две части и мы смотрим с нас с конца начнем цвет бордовый лишь хинейну это одно и то же шхинейну наши соседи свиватэйну свива наше окружение свиватэйну окружение наше то есть что такое наше окружение наши соседи это одно и то же желтый цвет и там оранжевый да херпа херпа это очень похоже на лак и келес херпа лагвы келес тоже как бы эти типа как синонимы знаем что нет он наивиде синонимов но стал очень похожий зачем все это объясняю говорю чтобы мы поняли что во первых есть большая красота в стихах ты или это красота на ногу глубже и красивее чем допустим тоже нам знакомы пушкин и потому что пушкин у нас то все но мой дядя самых честных правил колени силу за не мог он бороться заставил че вы думаете не мог а и все восторгаются за не мог мог это как бы уровень не не очень такой высокий рифмы самый низкий уровень считается поэзии а вот или им уровень выше просто мы этого не чувствуем к сожалению начинаю прочувствовать можно найти очень красивые вещи это во первых а во вторых нам это вот знание поможет понимать что написано стрелим то есть если мы не понимаем кого-то слова мы смотрим на второй конец да и там если мы тогда понимаем то понимаем и здесь еще один пример это еще еще один посуду дать посмотрим с примером таким вот да второй посуд тоже или мемдалит 44 44 лёки любы кашти эвтах выхарби летучей не еще раз написан так килоба кашти эвтах выхарби летучей не да и мы видим снова желтый цвет хорби кашти хэрэв кешет и то и то оружие да то есть если случайно допустим кто-то допустим не знаю что такое кешет у нас такое хэрэв до хэрэв это меч хэрэв это меч меч это оружие то можно догадаться что кешет это какое-то оружие а кешет это лук такой дуга такая дуга натягивается со стрелой получается лук это оружие знаем тоже что радуга тоже называется кешет как дуга кешет это дуга но это такое оружие да и написано лёев тах летучие не до килоба кашти эвтах то есть я не буду полагаться до опираться верить на свое оружие и и и я знаю что меч мы это не моя и шва это не моя пора не мне не мое спасение и так далее то есть само собой что это не одно и то же но очень часто что уж как очень часто зная какую-то одну часть из посылка мы можем догадаться о чем идет речь во второй послуге только иногда это параллели они не все время идут как один к одному это там может быть крест-накрест да то что было в начале там будет в конце то что в конце будет в начале в двух частях это уже тоже очень сложная тема просто дурация это это помянуть итак бур хаше мы закончили бархуа шалом давайте еще раз мы вернемся к нашей барахе скажем мне еще раз это наша бараха наш лайд да сейчас посмотрим шалом я читаю в самом начале шум шалом טובа וברаха חיים חן וחסד ורחמים עלינו ולכל ישראל המך бархינו אבינו כולנו כאחד באור פанеха כבור פанеха נתת לנו השם אלוקינו תורת חיים ועבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום וטוב יהיה בעיניך לברכנו לברך את כל עמך ישראל וחל את זה וחל שעה בישלומי ח ברו וזו שלום ברוך עטה השם עמי ורח את המו ישראל בה שלום в конце последняя строчка это ברוך עשם который מוורך народ свой Израиля לטעת ему ברוך עטה שלום и написано так у мудрецов что есть такое выражение что каждый кто заботится о мире в своем доме כל מי שאים שאלום ב בי בי תא он как будто делает мир во всем мире то есть как будто он заботится о мире каждого потому что каждый дома у себя он как царь такой микрокосмос то есть если человек заботится о микрокосмосе у себя дома то это распространяется также на макрокосмос и это влияет на мир вообще во всем мире и сказал я бешим он барюха и сказал так годоль шалом шиколь обраход к лу льот бо с этого начали наш урок то шалом это понятие очень большое годоль шалом это по это большая вещь шалом в чем потому что все бараход находится в нем с миром шалом шалом спасибо